Добрый день, уважаемые гости библиотеки, уважаемые участники конференции. Я рада вас приветствовать сегодня на таком замечательном событии, которое приурочено в двухсотнете великого писателя Ивана Сергеевича Сергеева. Меня зовут Костяна Любовь Николаевна. Я учусь в Санкт-Петербургском государственном университете на кафедре политической психологии ОСБГУ. Также я являюсь членом фонда благотворительного Петербурга-Зарубежья, в рамках которого мы посетили Францию. Эта поездка была научной. Мы представляли там свою выставку, проводили конференцию, мероприятие, о которой я вам расскажу пару слов. Также хочется сказать несколько слов о нашем фонде. Наш фонд был основан в 2009 году. Он является благотворительным. В этом году он выиграл грант Крымского мира, который, собственно, и отправил нас во Францию, чтобы мы произвели культурный объем, знаниями, мыслями, какими-то идеями, и здесь двухсотлетием Ивана Сергеевича Тургенева. Также очень значимо то, что в Париже существует и по сей день созданная когда-то Тургеневская библиотека, созданная им вместе с Германом Лопатином, и у нее неоднозначная судьба, у нее были и взлеты, и падения, и я посвящаю сегодня свой доклад этой библиотеке. Русская литература, как научно-культурное наследие, является признанным во всем мире. Уже упомянутые сегодня и Достоевский, и Толстой, и Чехов являются очень популярными писателями за рубежом, их приводят, их читают во всем мире, наслаждаются ими текстами. Но тут очень важно отметить имя самого Тургенева. Ведь именно Тургенев проложил путь русской литературы в Европу, познакомил Европу со своими произведениями и с произведениями наших классиков. Это было очень важное событие для нашей истории, и является очень важным, и очень важно, чтобы мы не забывали это. Тургенев выдающаяся личность, и на протяжении всей своей жизни, даже находясь за рубежом, он помнил о своей родине. Он хотел создавать очаги русской культуры, очаги русских сообществ, которые поддерживали бы культуру за рубежом. И один из таких очагов и была Тургеневская библиотека. Как же получилось так, что в Париже, именно в Париже, почему было создано это учреждение? Создание библиотеки уходит корнями в 1875 год. В этом году Герман Лопатин, дворянин, революционер, очень обаятельная личность, задумывается о идее создания такого общества. И приходится этой мыслью о создании читальника Тургеневу. Нужно отметить, что накануне этого года, в 1874 году, в Париж прибывает волна иммигрантов. Из Смуриха, из Мюрхена, из некоторых других центров Европы, петербургская молодежь. Почему же это происходит? Все потому, что после отмены крепостного права пошла волна недовольств, связанная со многими моментами, как и с политическими, с идеологическими, а также и с моментами получения образования у нас в стране. И чтобы обучиться, некоторая молодежь отправляется в Европу. Собственно, это волна иммигрантов и объединяет их за рубежом, в Париже. И Герман Лопатин с этой идеей приходит к Тургеневу. Так как иммиграция разночинный слой населения, не у многих есть деньги, многие занимают невысокое положение в обществе, не имеют своего слова. И Герман Лопатин думает, что хорошо бы найти такого человека, который бы спонсировал все это и помогал как материально, так и духовно. И как раз в это время в Париже находится Тургенев, посол русской культуры. И он с большим удовольствием отхватывает эту идею. И уже 15 февраля 1875 года они вместе с Германом Лопатином устраивают знаменитое февральское утро. Это благотворительное утро, на котором выступала Полина Гардо. сам Тургенев читал свои произведения, уже написанные. Выступали другие деятели, как и России, так и Парижа. И за это утро они собрали 2000 франков. Это очень большая сумма на тот момент. И машина, так сказать, работала. Библиотека с того момента считается открытой. И открытой для всех людей абсолютно. Она является открытым, независимым обществом, в которое приходят обычные люди, читают книги. Также более мемущие могут там ночевать, найти кровь, найти какую-то поддержку, найти соединников и своих людей, которые также любят и чтят, и помнят культуру своей страны. Когда умирает Тургенев в 1883 году, библиотека продолжает работать. Многие испугались, что как они без главного идейного вдохновителя, но поддерживаются многими людьми и сохраняют свой статус в Париже. Но уже в 1917 году, когда в России произошла революция, происходит другая волна эмигрантов, и многие уже покидают Париж и возвращаются на родину. Это было очень трагичное событие для этой библиотеки, так как очень многие читатели ушли из нее, и библиотека была на грани своего исчезновения. Но она тоже сохранила свои силы, уже в 1925 году она праздновала свое 50-летие в Сарбоне. К этому моменту она уже занимает помещение на Вальдеграсс. Ну, нужно отметить, что эта библиотека, она очень часто меняла свое местоположение, но всегда находила крышу и своих читателей. И в 1930-м годам библиотека имеет очень большой архив, многие фонды. Создается комитет архива, куда входят знаменитые писатели, художники, хореографы, танцоры, люди абсолютно разных профессий, но объединенные с этой русской идеей соединения, так скажем, разных стран, Парижа и России. Очень большое потрясение для библиотеки случилось, когда началась мировая война. В 1942 году, когда Германия приходит во Францию, она вывозит очень много, почти весь архив этой библиотеки. Работники библиотеки, пытаясь хоть как-то сохранить ее, прячут под фартуками какие-то коморки, чтобы хоть какие-то рукописи сохранить. Но почти весь фонд был вывезен в Германию, в Восточную библиотеку Берлина. В последующем, к концу войны, многие книги были найдены на территории Польши, советской армии. И по указу Москвы, часть была вывезена на родину с целью уничтожения по идеологическим причинам. Часть была потеряна в ходе транспортировки. И с того момента библиотека потерпела большое поражение для себя. Но уже к 59-му году библиотека воссоздается. Многие люди, энтузиасты, которые болели этим делом, они возрождают библиотеку по кусочкам, создают новое помещение и восстанавливают это дело. До сих пор не найдены все книги, конечно. И очень много людей, которые занимаются именно книгами из этой библиотеки. На первой странице, как можно было видеть на предыдущем слайде, есть печать Тургеневской библиотеки. И очень многие люди разыскивают именно такие книги. Кеннеди, писательница из Америки, она как раз занималась поиском этих книг. И она пишет, что это очень тяжелое дело. Не все они найдены, далеко не все. И являются такой риск и находкой. На сегодняшний день библиотека находится в достаточно хлачевном положении, так как мало архива, мало спонсирования людей. Люди работают, можно сказать, больше за идею. Помещение находится в этом помещении сейчас. Это недалеко от латинского портала. Мы с нашим фондом побывали в этой библиотеке. Там очень радушно принимают гостей из России. Очень надеются на такое сотрудничество. И очень было приятно там побывать. И очень хочу сказать несколько слов о той конференции, которая проходила в Париже под грантом Ивана Тургене «Всемирный посол узкого языка». В 2018 году прогремело очень много событий, связанных с именем писателя. И это очень приятно. Одно из них было связано с поездкой во Францию и представлением там выставки. Мы приготовили выставку. Она содержала в себе такие темы, как театр Тургенева, университетские годы Тургенева и его близкое окружение в Петербурге. Ну, если будут вопросы по каждому стенду и событию, можно будет сказать тоже несколько слов. Мы представляли ее в Российском центре науки и культуры. Это такое русское сообщество, которое устроило музыкальный вечер. Там пели студенты фонда Ростроповича и из центра Галины Вишневской. Студенты тоже исполняли музыкальные композиции как на музыкальных инструментах, так и вокальные произведения. И это было приурочено к 20-летию Ивана Тургенева. Представив эту выставку в Париже, многие люди заинтересовались его не столько личностью, а сколько научной, литературной деятельностью. Было очень приятно видеть интерес в глазах тех жителей, которые уже не говорят на русском языке, но помнят, кто такой Иван Тургенев, помнят его творчество и с большим удовольствием читают его произведения, и не только произведения, и даже какие-либо театральные постановки, которые в Париже тоже ставятся. Конечно, это будет первым, Апzzaев.